Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс в студии Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Посещение КФУ гостями из Узбекистанского университета. Что такое Всемирный день сна? Как в Казанском федеральном университете лечат травмы спинного мозга? Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Данис Нургалеев получил премию правительства России в области науки и техники. Награда была вручена премьер-министром России Дмитрием Медведевым за разработку и внедрение инновационного геофизического комплекса широкой диапазоны спектральной шумометрии на месторождениях. Работа была выполнена с использованием приборов, производимых казанской компанией TGT. Компания, наладившая промышленный выпуск оригинального комплекса спектральной шумометрии, начинала формироваться в стенах Казанского университета. Она связана с именем профессора Николая Непримерова. Через созданный им спецфакультет прошли сотни геологов, нефтяников, физиков и математиков, которые сделали значительный вклад в высокие уровни добычи нефти. К другим новостям. КФУ посетила делегация Гулистанского государственного университета. Гости прибыли в Казань для встречи с руководством Казанского университета. Чем закончилась встреча, расскажем в нашем сюжете. 15 марта состояла встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с ректором Кулистанского государственного университета Мухсиной Хаджиевым. В рамках встречи Ильшат Гафуров ознакомил присутствующих с концепцией развития университета и дальнейшими перспективами. Сегодня КФУ является полноценным холдингом, в структуру которого входят филиалы, два лицея и университетская клиника. Наш университет создан в 1804 году и в этом году мы будем отмечать 215 лет. В ноябре месяце мы вас приглашаем на торжественные наши мероприятия и думаю, что сами ваши коллеги найдете возможность и посетить. В ходе сотрудничества двух вузов планируется увеличение потока специалистов в области медицины, граждан Узбекистана, получивших образование в КФУ. На сегодняшний день в университете обучается более 2000 магистрантов из Узбекистана. Мы выбрали этот университет тем, что, во-первых, университет имеет очень высокий рейтинг среди мировой вузов. И предварительно, значит, государственные государственные университеты, все коллективы обсудили и решили, значит, в тесном контакте сотрудничать с вашим университетом. В течение нескольких дней гостям вузу предстоит посетить набережный Челнинский филиал и еще нескольких институтов КФУ. В их число вошли Институт фундаментальной медицины и биологии, Институт психологии и образования и Институт экологии и природопользования. Визит делегации Гулистанского университета продлится до 19 марта. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет в составе двух человек посетила делегация кубинской нефтяной компании Купет. Встречу провел директор Центра дополнительного образования, менеджмента и маркетинга Ильдуш Чукмаров. Что ожидает гостей в университете и к чему пришли стороны, мы расскажем в нашем сюжете. Состоялся визит делегации кубинской нефтяной компании Купет в Казанский университет. Напомним, что между КФУ и компанией Техноматика подписан договор на оказание услуг по повышению квалификации. 200 руководителей специалистов предприятия обучаются по 10 различным программам повышения квалификации. Сегодня мы уже рассматриваем еще один этап на реализацию проекта, связанный с переподготовкой 20 специалистов компании Купет в нашем центре дополнительного профессионального образования, менеджмента и качества маркетинга, институт геологии и нефтегазовых технологий по направлению нефтегазовая инженерия. Это новая программа, которая разработана специально для компании Купет в соответствии с их требованиями и вызовами, которые стоят перед этой компанией. Новая программа разработана специально для компании Купет в соответствии с их требованиями. Компания Купет благодарит Казанский университет за сотрудничество и помощь. Надеемся, в будущем наши отношения станут еще лучше. Мы рассматриваем вопрос по курсу повышения квалификации специалистов Купета здесь, в КФУ, на следующем курсе, то есть на 2019-2020 год. Ежегодно во всем мире 15 марта отмечается Всемирный день сна. Инициатива о таком празднике исходила от Всемирной организации здравоохранения. Мы с вами забываем, насколько важным может быть сон, не знаем, сколько и как правильно спать. Наша съемочная группа посетила университетскую клинику Казанского университета. Подробнее в следующем сюжете. Всемирный день сна отмечают в пятницу второй половины недели марта. Проблема правильного сна является более чем актуальной для многих людей. Сон – это огромная часть нашей жизни, поэтому очень важно, чтобы был сон полноценный, правильный. Наиболее распространенные заболевания сна – это бессонница. Причиной этого может стать невыработка мелатонина и нарушение биологических ритмов. Если это повторяется часто и долго, разбалансировка происходит, и мозг уже, вот эта программа, которая заложена нормального сна, она сбивается, и отсюда вот большие проблемы начинаются. Особенно вот если молодежь, да, дискотеки, занятия, зачеты, там, экзамены. И все это вот из-за дня в день на протяжении длительного периода, если длится, происходит сбой программы, и дальше уже с годами человек начинает страдать бессонницей. Справиться со всем этим, по словам сомнолога, человек способен самостоятельно. Для этого необходимо создать комфортные условия в спальном помещении, подобрать правильное освещение и подходящую температуру. Перед сном хорошо выработать ритуалы сна, которые ежедневно повторяя из вечера в вечер, и мозг уже будет понимать, что вот когда человек начинает там, открыл форточку, сходил, прогулялся, вернулся, там, принял душ. Душ, душ не холодный тоже, опять-таки, и не горячий, а такой теплый, комфортный, температура должен быть. И мозг уже, когда это из-за дня в день повторяется, становится привычкой, мозг понимает, что вот когда вот начинаются вот эти вот процессы, движение, форточка, чтение книги там или еще что-то, и мозг понимает, что наступает темное время суток, и нужно засыпать. В случае, если вас беспокоит плохой, неосвежающий сон, храп или остановка дыхания во сне, утренние головные боли, повышенное давление, вы можете обратиться за помощью к врачу-сомнологу, специалисту по проблемам сна. Алсу Саттарова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Разработки КФУ в области лечения травм спинного мозга вызывают интерес у многих средств массовой информации, например, таких, как Международный инновационный центр «Известия». Один из таких проектов, препарат на основе двух генов, может ускорить регенерацию при таком повреждении. Подробнее мы расскажем в следующем сюжете. Ученые Казанского Федерального Университета продолжают разработку различных методов лечения травмы спинного мозга. В нашей лаборатории мы разрабатываем генные препараты, которые содержат различные факторы роста, вызывающие рост сосудов, поддерживающие рост аксонов, сдерживают разрушение нервной ткани. Один из препаратов, основанный на двух генах, поможет восстановить двигательную активность пациента. Средство защищает нейроны от гибели, стимулирует рост кровеносных сосудов и новых нервных волокон. Два гена, это сосудистый материальный фактор роста и фактор роста фибробластов, которые показали в исследованиях на животных высокий терапевтический потенциал в лечении травм спинного мозга. Первый ген нормализует кровоснабжение при нейротравме, поддерживает выживаемость нейронов, стимулирует нейрогенез, рост новых сосудов и аксонов. Второй ген представляет собой фактор роста, поддерживает выживаемость клеток в области повреждения и способствует развитию нервных волокон. Их можно применять как непосредственно вводя в область травмы, так и предварительно генетически модифицируя стволовые клетки перед введением в организм травмы спинного мозга. Данные гены и так присутствуют в человеческом организме. Когда мы вводим дополнительные копии генов, вот этих вот факторов роста, они как бы подстегивают естественные процессы регенерации, тем самым организм способен справиться с такими травмами. Иными словами, дополнительные гены усиливают работу уже присутствующих генов, позволяя организму самостоятельно излечивать травму. Артем Тупичкин, Универ Ньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и оставайся в курсе новостей. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok